Девушки отдыхают Потом распишетесь А еще он у нас деньги вымогал Отлично, напишите заявление А можно деньги вернуть, а заявление не писать? Да вы не бойтесь, граждане, сядет надолго Подними, пожалеешь Ты че скачил? Да ты че, это же бетон Геннадий Иванович, вы простите его Геннадий Иванович Мы с вас жизнь свою делали А вы вообще кто? Мы? По жизни Волки Волки Ну и как же, волки Вас сюда занесло Из Голландии самолет с цветами угнали А он с травой оказался Ну и налетели на засаду Ну и началась разработка, ФСБ, наркоконтроль Участковый Участковый А вы, Геннадий Иванович, извините Как здесь? А мне товар Из Амстердама летел Оформили как тюльпаны А потом каких-то два козла Это самолет и угнали Самолет-то на меня был оформлен Найти бы мне этих Двух козлов Бетон это не мы В вашем тюльпаны были А в нашем ландыш 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 Продолжение следует... Своего начальника, знаешь, что могут в машине найти? Лакшин, тут двое признались, что это их порошок был. Письменно, письменно. Нет, не откажется. Ты наряд к нашей общаге подгони, а они сами выйдут. Ты че творишь, авторитет? А че, Сашок? Ты понимаешь, что ты людей в тюрьму упек? Так там и вы место. Это ты так решил? Я. Ты че, Сань? Если так пойдет, я тебя убью. Как убью? Как породил, так и убью. Я тебя предупредил. Яраплампа. Это мы еще посмотрим! История эта случилась однажды в городе Великобельске. Будешь? Нет, и тебе не советую. Так че, один? И ты не пей, грядут большие перемены. Да ну, не каркай. Я не каркаю, это к вороне. Гиан! Мети давай! Ангелина Ивановна, да заплачу я за вашу комнату. Вот статьи. Всю ночь писал. А девушка писать помогала. Она редактировала. Всю ночь? Нет, до трех. А под утро? А под утро? А под утро вдохновение пришло. А что, все слышали? Все. Здорово, Шуруч. Молодец. Как она кричала? Да ладно тебе, Ген. Береги себя. Не, ну это никуда не годится. Нужна солидная фотография. Где на охоте? С кабаном? Поздно. Номер уже в типографии. Или где вы с батюшкой? В колокол бьете? С кабаном лучше. С кабаном лучше. Алло. Возвращайте номер с типографией. Я сказал. А вот это завтра на первую полосу. Это что такое? Это правда. От первого до последнего слова. Я понимаю, что правда. Кто мне под этим подпишется? Грохнут же. Если некому, можешь сам. Саш, тебя ковать залет. А то смотри, статья я пристрою. Особенно вторую. Через неделю поделим гонорары. Нет. Неделю не протянул. Это уже было. Это иногда повторяется. Но этот вообще выжил в итоге. Про что заметка? Про того, кто не выжил. В предыдущей. Не наша тема. Все? Нет, ну хоть. Хоть одну-то возьмите, а? Очень деньги нужны. Выселяют. Ладно. Вот материал. При осмысли, расставь акценты, подпишись. Ночи захватят? До полтора. Здесь статья про грибы очень сильная. Спасибо. Вас интересуют грибы? Нет, не надо. Есть разные. Смотрите, я могу вам, если что, что-нибудь подобрать. Так сказать, по вашему настроению. Необычный выбор. Зато у вас обычный. А у меня профессиональный интерес. Я сам пишу. Правда? О, щелкоперы поганые писаки. Лазарь? Газетка-то его. Выходит, он. Ах, Лазарь, Лазарь. Ведь слово давал. За дружбу пил. Фотки показывал папу сидельца его друзей. Я тогда еще напрягся. Тост за тех, кто сидит. А он стой выпил. Может, и не Лазарь вовсе. Может, кто еще? Сегодня же разберись. Понял. Ирокез, челюсть. Ко мне. Так что мне передать Алексею Максимовичу? Передайте, что журналистика профессия беспристрастная. Всегда будут недовольные. Недовольные. Ну-ну. Смотри, как бы не было потерпевших. А я в августе в Питер собралась. В медицинский поступать. А сейчас пока в больнице. Медсестрой. И кем будешь? Наркологом. Почему наркологом? Ну, как папа. Он врач? Ученый. Он опыта на себе ставил. Как пастер. Не успели спасти ни его, ни двух ассистентов. Да, настоящее дело, это же всегда подвиг. А ты женат? Нет. Мой папа всегда мечтал, чтобы я поскорее замуж вышла. Но я сразу решила. Пока институт не окончу, никаких свадеб. Встречаться это одно. А вот семья. А сколько на врача учат? Семь лет. Повторить. Мы приходим сюда каждый вечер. А на скалейку. Уходит искра. А вот что такое, к примеру, мерчендайзинг? Ну? А это получение побочного дохода от основного бизнеса. Ага. Красивый у них. Феня. Кайф. Смотри, не подсядь. А куда это мы с тобой забрели, Саша? Хорошее место. Идут. Уютно, спокойно, люди приветливые. В общем, я живу здесь. Саша. На полчасика зайдем, посидим. Но у меня уже от шампанского голова кружится. А мы чаю попьем. У меня конфеты есть. Белочка. Ну, конфеты, Саша, это, конечно, здорово. Но я на первом свидании принципиально сладкого не ем. Уважаемый, подержи провод. Сейчас, подожди. Ну, чего тут? А меня не долбанят. Долбанет. Саша, что это? Не волнуйся. Просто нас похитили. Это террористы? Они хотят выкуп? У меня есть ноутбук. Саша, все, что у меня есть, это девичья честь. И папин микроскоп. Саша, я не могу им отдать ни того, ни другого. Чего с ним возиться? Мочканем и пойдем пиво пить. Да погоди ты. Вели нам сперва поговорить. Разве? А я понял, сразу расход. Сядь, контуженный. На место. Дай-ка. Твоя работа? Чего молчишь? Написал, тебе ж стыдно. Мне редактор текст дал. Коваль. Я только мат вычеркнул. Да были мы у редактора. Он сказал, твое произведение. Ну так кто идею подал? Все. Да достал он меня! Слышь ты! Ну так чья затея? Бетон. Так, что за бетон? Бетон. Генобетон. Авторитет. Ты про такого слышал? Что-то слышал. А ты его откуда знаешь? А он меня сам нашел. Статьи мои понравились. Так и говорит. Талантливые, злые. Слушай сюда, Писака. Насчет бетона мы проверим. Ну смотри. И еще. Через 20 дней с тебя неустойка. За моральный вред. 20 тонн зелени. Откуда? Займи. Укради. Вон ее. На органы продай. А-а-а-а! Там мышь! Пошли отсюда! Извращенцы проклятые! Я уже милицию вызвал! Челюсть. Папа вроде не говорил про 20 тысяч. О! А это и есть мерчендайзинг. То бишь дополнительный приработок. К вопросу нужно творчески подходить. Бадя, мы не извращенцы. Мы ФСБ. Ваххабитов давим. Так что спи спокойно. Да, как ни крути. А у нас в провинции одни гроши. А, прессу жалко. Нищета. Да, в Москве бы мы с него стошку срубили. Да ты что? Я никогда не писал заказных статей. Тем более для бандитов. Клянусь, я выдумал этого бетона. Но ты говорил там так убедительно, что я не знала чему верить. Почему бетон? Да я подумал, Женя, арматура будет не так звучна. Да? Да. Какие ублюдки, а? Представители прессы. Сейчас напишите заявление. А вот теперь подумай. Сумеешь ты до суда дотянуть, а на суде от показаний не отказаться. Знаете, а я, наверное, заявление потом напишу. Ну что ж, дело ваше. Но если что, обращайтесь. Всегда поможем. Это наш долг. Мы же милиция. Ты, Саша, сам выбрал свою судьбу. Журналистика – это не только слава, но и высокая ответственность. Тебя защищает закон, репутация нашей газеты. Репутация нашей газеты. Кто в нашей стране может всерьез угрожать журналисту? А мелкие неприятности. Я и сам в свое время и у батареи посидел, и утюг на грудь принимал, и болгарку на спину, и паяльник. Ну, это не важно. Хочешь? Да, но моя жизнь... Шрама покажу. Саня! Санё! Ген, ну что опять сидишь? Подбью? Иди в котельную. Вот она мне говорит, говорит, сиди, говорит, и смотри за этим манометром. Я сижу, смотрю. Ну, ты понимаешь, какое это напряжение? Ну? Ну, что ну? Вот я и вышел. На минутку вышел. За... За кефиром. И тут давление дали. Да. Ой, вернулся все. Ангельная красная вся матом орет. Ментами меня. Котлонзором пугала. Весь день вон на крыше провалялась, загорала. Голая. Даже может быть. Товарищи, извините. При такой же рекотельную топить. Конечно, там что-то... перегрелась. У меня вот здесь вот ключик от моей подсобки болтался. Так она подошла, как рванула. Иначе башка не слетела. Не права она. Ой, не права. Да там всего-то два стеклышка-то и вылетело. Где же я теперь жить-то буду, а? А я ведь, Санька, артистом раньше был. Да, там, в Ростове. На большой сцене играл. Гамлета? По-разному. Нет, Шекспира тоже давали. И Чехова доводилось. Но с режиссером как-то не сошелся. По творческим вопросам. Какой пассаж? Вот черт! Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Господа! К нам едет ревизован! Слышишь? Прочь! Он любую импровизацию одушил. И так что Шорыч, спокойной ночи. А я тут материал подсобрал. Ты предлагал поставить за долю малую. За долю можно, но подпись моя. Что за тема? Подрыв котельный. Наши в общаге. Иди ты, подрыв. Она же вроде сама. Сама? Ты читай, читай. Ты читай, читай. Мощный взрыв, теракт, передел рынка, бетон. Опять бетон. Мы пробивали, но думали, журналист нагнал со страху. Значит, плохо пробивали. Пробей все до самого дна. А сквозь пробей. Родион Романович. Между прочим, хороший, добрый мальчик. У него пять кошек живет. А по лицу и не скажешь. Зарубил старушку топором. Кофе будешь? Буду. Как тиражи? Держите? Еле-еле. К осени, наверное, упадем. Мы же работаем на местном материале. Какие у нас сенсации? Какой-то сама иди и кого-нибудь убивай. Или насилуй. А я, кстати, по поводу сенсаций. Маньяк? Педофил? Нет. Авторитет. Жаль, что не маньяк. Народ любит маньяков. Сам писал. Знакомый парнишка. За качество отвечаю. Надо помочь парню. Хорошо. Я сама прочитаю. Он жив. Кто? Автор? Да нет же. Это ваш авторитет. Да вроде да. Плохо. Они когда живые, они такие обидчивые. Он хоть кто? Бетон. Гена Бетон. Не слышала? Ну, может, что-то такое читала. А почему Бетон? Якобы тормознули его как-то. Так он пятерых гаишников в бетон закатал. Живьем. Вместе с мотоциклами. Так, а фотка есть? Нет. Принеси фотку, и я поставлю на обложку. Новости наркологии. Свежий номер есть? Есть. И вот это тоже. О, вот это лютая личность. Вы возьмите веселых колесиков, а то не уснете. Нет, не надо. Смотрите, а то сейчас есть новые колеса, квадратные. Под них очень хорошо телевизор идет. Го! Здрасте. А Маша сегодня работает? Я Маша. И, кстати, через час освобождаюсь. И я Маша. А это Катя. И мы сегодня всю ночь вместе дежурить будем. А я Оля. Если хотите, я вам прямо сейчас давление померяю. А ты меня обманываешь. Маш! Не кричите, тут больные. А я ведь тебе поверила про бетон. Так, надо объясниться. Маш, да я даю тебе честное слово. Тогда на чердаке я говорил про выдуманного бетона. Ну, мало ли в России ген бетонов. Ну, может и немало. Только этот уж больно злой. Я сама не верила, что ты можешь быть с ним как-то связан. А то, что я угадал, так это работа такая. Журналистика. Понимаю. Сама нарколог. Вот так вот головы теряют. А еще лифчик и брошку. Надо шиномонтажку крышануть. Точно. Шиномонтажка это клево. Если по 20 процентов с них брать, то через месяц мобилу купим. А к концу года тачилу будет куда баб позвать. Бабы, это хорошо. Ты хозяин, что ли? Я. Что хотели? Ты на нашей территории работаешь. Каждого 30-го по 20 процентов от прибыли. Иначе мы твой сарай спалим. Ты что, не понял, что ли? Каждого 20-го по 30 процентов. Шафар, это к тебе. Как же теперь это снять-то, а? Вернись. Спроси. Бошку не отпили. Да не дергайся. До шеи, как до луны. Не бери близко к сердцу. Легко сказать. Второй раз за год. На связи? Давай. Чего приходил? Надо будет 10 амонусских сиф нарисовать. Отдохнули ребята на природе. Целую неделю не могут вспомнить, где были и как голые в город вернули. Да. И узнай, почем будет 10 халашей сделать. Автобус. А автобус пусть сам достает. Здесь заляжем. Давай доску. Это я в пятом классе увлекался. А кто у них выручку возит? Кассиршик из столовой. Лишь бы фургон остановился. А там точно 15 тысяч баксов будет и никакой охраны? Это же черный нал. Его по-тихому возят. Верная накопка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Интересная фигура этот бетон. За ним стоят московские спецслужбы. Человек, так сказать, глубокого внедрения. А им-то зачем? Генерал контрразведки или ГБ не поедет, потому что Фатьянову пальцы гнуть. Ну почему? Приезжали. Помнишь эту историю с заместителем прокурора города? А это который по пьяни с балкона свалился? Мы тоже думали, что по пьяни. А сейчас выясняется, что он очень интересовался бетоном. Что еще? Недавно в соседнем районе, в лесу, нашли два трупа. Без документов. Предполагаем, люди бетона. Алло. Да. Что? Когда? Машина Лазаревского сорвалась с обрыва и сгорела. Началось. Ну как же ты не узнаешь? Ну точно Генка наш. Только обритый. Да ладно. Точно. В итоге местные банки заплатили ему 22 миллиона евро отступных. А я его. Я же тебе комнату нового приготовила. Да. Только забывала ключ отдать. Крыша нужна, потому как холода ударит, пропаду. Так а если замерзнешь, заходи, не стесняйся. Чаю попить. Чай у меня хороший. Никто не жаловался. Эх, иметь бы к нему подход. Телевизионщики за эксклюзив любые деньги дадут. А 20 тысяч долларов? Торговаться надо. Им кто-то рассказал, что он журналист, а причем английского, 5 лет держал в подвале за то, что он пытался его со спины сфотографировать. 10 тысяч. Минимум 5 минут. Нет, 20. 10. У нас такса 10. 20. 15. Ну хорошо, 10. Сами снимайте. Ладно, 20. Но деньги потом. Полный козел. Кстати, добавят еще 5. Если в кадре, крупно будет вот это. Повернись. Вот так сделай. Рот закрой. Костюм нужен. Нужен. Ген, Ген, я тебя прошу. Веди себя спокойно. Ты авторитет, тебя все боятся. Говори прямо, не нервничай. Я не нервничаю, это ты не нервничай. Я на утренниках соловья разбойника играл. А на елках крокодила Гену. Во. Шнурок завяжи. Я могу вам помочь? Помочь? Это я могу вам помочь. Помочь. Алексей Максимович, тут к нам один гость пожаловал. Бетон. Хорошо, понял. Ну что? Пойти спросить, наезд это или предъява. Пури на цветочную, там сейчас бетон. Он что, появился? В городе сам. Неожиданно. Неожиданно, подумаешь. Он там бродит, в тряпичной лавке. Так нам-то что? Что, проследить и разобраться? Все, убежали. Здравствуйте. Прекрасный выбор. Английский твит. Мрачновато. Хоронить в нем хорошо. А ну на. На. Прикинь. Гляну, как сидит. Не надо. Есть гораздо лучше. В зале не весь товар. Контрафакт? Контрабанда? Боже упаси. Давайте я вам все сейчас покажу. У него сердце слабое. Все? Ну покажи. Простите, а вы как будете платить? Наличными или карточкой? В подарок. Это все в подарок. У нас рекламная акция. А который час? Простите, это наезд или предъява? Шопинг. Космос. Черная дыра. Как же он свалил? О, вещи оставил. Юара нехт. Это что значит? Ты следующий. Я вам так скажу. У меня с покойным никогда никаких проблем не было. Да что там, дружили. Ходят упорные слухи, что вы не без помощи спецслужб устранили своего главного конкурента на нефтяном рынке. Можете ли вы это прокомментировать? Ни я, ни спецслужбы к этому отношения не имеем, я отвечаю. Слухи, слухи распускают те, кому выгодно отвести подозрения от себя. Да они вообще в воду мутят. Чисто повезло, что я далеко, что если бы не на отдыхе, я бы заглянул им в глаза. Простите, в каком смысле заглянул? Да, чисто память, подруги. А откуда вы изыскиваете средства на благотворительность? Откуда? Доработал всю жизнь. Я как начинал? Сначала торговал там глиняными белочками, значками, картинками, а потом уже встал на ноги и никому никогда не платил. Просили, а я не платил. И всегда всем помогал. Кому делом, кому советом, кому просто добрым словом. И именно поэтому два года назад в вас стреляли? Перепутали. У меня бабулька в подъезде жила, ну так, чисто испугать хотели. Или горбануть, а тут я попался, ну и пальнули. Дети из гранатомета. А будет ли какая-то реальная польза от ваших масштабных бизнес-проектов для простого народа? Я сам народ. И если какому человеку простому плохо, это мне предъява. Тебе плохо, тебя душат. Жить не дают, звони. Тебе плохо, нет? Нет. Не стесняйся, будет плохо, звони. Знай, Гена всегда поможет. Вот такой вот он вот, белочка глиняная. Да у него на роже все написано. Матерый. Три пожизненных и то мало. Надо было на фоне Кремля. В следующий раз. Притормози. В театр пойдешь. Театр? Благотворительный вечер. Надо сходить. Иначе какой ты бандит? Легче. 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 Накрои. М arriba. Элли. М- racing. Элли. Я всё на золото, я всё на золото. Каша сверкает. Точно. Это бетон. Здрасте. Мне покупается добрая ему, талант и любовь. Ждать богатлений и злой на руке. Здравствуйте, как поживаете? Директор бутика. Вы у нас закупались тогда? Да. Здравствуйте. Очень рада. Тинька это. Раду вас видеть в нашем городе. Позвольте представиться. А это вот лучшее заведение в городе. Приходите к нам, погоняем шары. Гигантские скидки. Кутузкин, Максим, спасибо вам огромное. Официар! Официар! Сюда! Давай, давай. Давайте. Дай гитару. Была бы только коробка грима. Все поют, поют. Любите ли вы театр, как его люблю я? За его голову Моссад предлагал 10 миллионов. Театр для актера это храм. Это его святилище. А службу он начинал в Германии. Да нет же, просто они учились вместе. Священно действуй. И убирайся вон. А потом еще утром. Пять раз. Да ты что. Обидеть артиста может каждый. А вот помочь. Короче, кто чем может. Значит так, запишешь, кто, что и сколько, потом даже мне, я посмотрю. Понял? А как чебуречное назовем? Так и назовем. Чебуречное. А что? Хорошее название. И коллектив подберем дружный и надежный. Чтоб день и ночь пахали и денег не просили. Лет десять назад, как все говорят, В одной деревушке Двух мамы живет бандиты. И водку будем продавать качественную. Чего народ-то травить? А в таких ларьках водку вообще брать нельзя. Она здесь вся паленая. От нее сначала крышу сносит, потом память отшибает. Меня еле откачали. Что там звенит такое? Отопрем, узнаем. И умерли вскоре, дети откуда. И только снегирь прилетел за морем. Человеком несчастный, бедные дети И чайные повести нету на свете. И песен назад, как все говорят, В одной деревушке Двух мамы живет бандиты. И в лес утащили. И там, вдалеку, пусть уложили. Пойду, спустите мне, я пошил в лесу. Готовь. Менед, всякий захват! Тем не менее, я уберу! Я не прошу! Простите меня, пожалуйста! Все готово. Осталось только имя вписать. Ваше или это в подарок? В подарок. В подарок. Себе. Паспорт, пожалуйста. Забыл. Ладно, не парься. Я сам впишу. Погоняй тачку. Ну я пошла. А давай три минутки еще, а? Пойду, а то опоздаю. Гляжу, узнали? Узнали. У тебя было три недели. Деньги нашел? Нашел. Уважаю. Думал, Юлить начнет. Че стучишь-то? Сломалась. А. Так. Ты мне должен двадцатку. Давай. Я никому ничего не должен. И уж тем более тебе. Че он сейчас сказал? Не должен. Ты после этих слов труп почти. И это почти только от меня зависит. Да долбани уже сильнее. Ты че смелый? Забыли как это в багажнике кататься? Ну ничего. Я тебе сегодня устрою. Загородное путешествие в один конец. Ты после этих слов мне не двадцатку. Ты мне полтинник должен. Ну ладно, тридцатку. И то только потому, что я сегодня добрый. Повезло тебе? Тебе не повезло. Потому что я сегодня злой. Бетон. Бетон? Бетон. Здрасте. Погоди, Бетон. Я же не знал, что это твой человек. Если бы я знал, разве бы я наехал? Он мне сказал. Я говорил. Бетон. Значит, Бетон твой друг. Прости, я тебе все объясню. А я тебе поверила. Маша! Маша! Да не волнуйся. Вернется она. Во! Трофей. Ни хрена себе. Ни хрена. Сань, ты понимаешь, какие дела можно делать, а? До поры, до времени. Блин, ты что, мне сейчас специальное настроение портишь? Вау! Ты уж мне поверь, сейчас бесполезно. Оно тебя, если и простит, то не скоро. Понятно. Держи. Маки, ты меня с Бетоном познакомишь, ну, хотя бы намекни, где он бывает. Ну, дальше. А он обрез вытащил, и прям не в лобешник. Вот такая дура. Он, гад, у меня ключи от тачки отобрал. Ну, я спылил, типа, не по понятиям же. Да я почти урыл его. Ну, тут его бойцы навалились. Чего пять. Я вообще еле вырвался. А он мне след орет, мол, я в городе хозяин. А кто не согласный, тому след за Лазарем. Хорошенькие дела. Там документы незаполненные. Он сейчас на себя запишет, потом вообще хрен-то что докажешь. Алексей Максимович, я на эту тачку три года копил. Это Фасьянов. Как у вас дела по бетону? На вырученные от подпольной торговли алмазами деньги бетон открыл десять синагог. Двадцать! Шур, подожди, я что, еврей? Теперь да. Во как. Есть у меня еще одна идейка. Пи***м не буду. Ну, хорошо. Азохенвей? Да нет, какой Азохенвей? Ничего страшного. Небольшой ушиб. А вы что, в общежитии живете? Да. Ну, временно. Не даю снести. Снести? Памятник же, архитектура, там у нас Пушкин, Астана наплелся. Толстой проходил Гоголь проездом с подружкой. Но он это не любил, чтоб мешали. А я слышала, что Гоголь был девственник. Да. Ну, в любом случае, такой дом нельзя сносить. Дом, да не, не снесут. Девственник ничего себе не слыхал. Гена, а вы не проводите меня? А то в подъезде. Лампочки нет. Портвейн любишь? Любишь. И долго ты его собираешься разрабатывать? Бетон скоро городом управлять будет. Наркоту зарядить? Зарядить? Не зарядить, а найти. Ну, чтоб что-нибудь найти, надо сначала что-нибудь зарядить. Как хочешь, действуй. Но побыстрее. Ты чего в натуре, гнида? Жабры жмут. Очко икает. Ты с кем там, хомячок, недолюбленный базаришь? Глаза смотри. Отвечай за шорох, реально. Отвечай, я сказал. Глаза смотри. Ты что, меня провоцируешь? Открыто! Я не помешала? А с кем ты сейчас разговаривал? А это я по телефону. А я портфель принесла, твой любимый. Кен, ты не мог бы вот как сейчас по телефону поговорить с арендаторами из углового офиса? Уже год не платят за аренду, Ген. А, это те козлы. Я устал у них под окнами мести. Курят много и прям до фильтра. Ой. Лахи. Все лахи. Сплошной лахнесс. Вот. Лахнесс. Озеро в Шотландии. Где живет страшное чудовище, которого все боятся, но никто не видел. Я видел. Хотите, покажу. Ладно. То есть, договорились? Нет. Не договорились. Я не понял, а что мы должны Ангелине отдать? А как он сказал? Типа, что мы уже год через окно кидаем. А это его поляна. Окно на границе? Таможня. Тоже знал, что это его поляна. Попали. А может, в бега? Куда? Это же бетон. Вам со льдом? Да, со льдом. И не взбалтывать. Бетон, Гена. Бетон. Бетон, Гена. Бетон. Бетон. Не верю. Ген. Тут арендаторы деньги принесли. Да. Ура. Ген, больше Ген. Возьми себе. Это их штраф. Штраф. Бетон. Гена Бетон. Геннадий Бетон. Гена. Геннадий Бетон. А я для тебя... Бетон. Бетон. Железо Бетон. Спасибо, Гена. Я Бетон. Бетон. Кантон. Да, понял. Хорошо есть. Ну что, с Богом? Да поможет нам святой Феликс. Если вас покинули... Если вас покинули... Понятые. Мы. Видели? Вот это вот... Все на вас, уважаемый Бетон Иванович. Здесь столько подвигов, что звезду героя можно давать. Да ладно. Не да ладно, а два пожизненных. Но об этом позже. Сейчас поговорим о порошочке. Учтите, здесь не лохи работают. Вот это вот. Изъято из вашей машины. Слепому видно, что это героин. Ваша? Нет. Нет. Конечно. Все так говорят. Только это тоже нам по барабану. Потому что вот это изъято по закону с понятыми. И значит сидеть будете вы. Или тачка может быть тоже не ваша? Нет. Не моя. Ну конечно. Так, я не понял, чья это машина? Чья это машина? Да это чья машина? Простите, гражданин следователь. Да. А как вас зовут? Лакшин. Я думаю так, товарищ Лакшин. Тей порошочек, того и тачка. А имя учитывая как? Че? Эй, эй! Эй, что? Ты че? Это что я тебя спрашиваю? Ты че мне тут? Какого года машина? Новая. Ну я, короче, только в кабинет, мне звонок. Значит, Лакшин, говорят, я говорю, Лакшин. Они говорят, Москва, ФСБ, Россия. Я говорю, да, очень приятно. Ну, а они мне говорят, значит, бетона задерживали? Я говорю, да, задерживал. А они говорят, немедленно отпустить, немедленно отпустить и все документы уничтожить. Они говорят, пришлось выпустить. Как? Они говорят, приказали. Твари продажные. Лысую белочку им. Они банки с кадню милиции. Вот ведь с этих рук жрут паскуды. Оттолку. Никакой от них пользы. Простому человеку. Лакшин, Тут двое признались, что это их порошок был. Письменно, письменно. Нет, не откажется. Ты наряд к нашей общаге подгони, а они сами выйдут. Чая? Сработаемся. Но я у нас, мы, может, даже поженимся. Она меня любит. И меня. Ну, и меня полюбит. Ты что творишь, авторитет? А что, Сашок? Ты понимаешь, что ты людей в тюрьму упек? Так там и вы место. Это ты так решил? Я. Ты что, Сань? Если так пойдет, я тебя убью. Как убью? Виртуально. Я тебя предупредил. Проблемы есть? Есть. Делать что-то надо? Надо. А что? Что? Только наша партия знает, что. Мы найдем клад. Клад? Например, обоз с наполеоновским золотом. Мы все рассчитали, всем хватит на пять лет. У нас есть ум, честь. Станьте нашим лицом. Яйцом? Лицом. О, лицом. Ну, ладно. Только у меня есть одно условие. Геннадий Иванович, как договаривались, ростовский драмтеатр на гастролях в полном составе. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты жив. Позавчера. Что? Он плохо слышит. А, ну да. Мне сейчас в пятом часу в Харьков ехать. Надо будет заглянуть к ней после спектакля. Виноват, виноват. Ну, так я и не оправдываюсь. Так жизнь закрутила. А потом Родина вдруг сказала, надо. Надо. Не могу. Не могу сказать даже тебе. Потом. Много позже. А я знала. Знала, что ты не такой. Все говорили, спился. Нет. Я знала, что ты сильный. Гад. Сволочь. Мерзавец. Чудовище. Я отдала тебе лучшие годы своей жизни. Лучшие годы. Кать, мы эту пьесу вместе репетировали. Правда? А ты помнишь, да? Да. Ну, слушай, я правда очень скучала. Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. Строители. Сколько ждут? Полтора часа. Запускай. Ну, если это доброе дело, почему же людям не помочь? А это доброе дело? А как же? Ведь подряд нам отдадут, а не кому-то. Добрее не бывает. Мы получаем подряд, вы это. А председатель конкурсной комиссии бесценный совет. Так какого хрена подряд у этих уродов? Алик, ты же говорил, ведь у нас комиссия замазана. Была замазана. Вчера еще была замазана, а теперь отмазана. Председатель что-то блеет про интересы города. Но я пробил через домработницу. Бетон вчера приезжал. Они говорили недолго, а потом председатель весь вечер валерьянку хлебал. Бетон, бетон, бетон. Кто такой этот бетон? Все! Надо по жесткому решать. Это мой город. Короче, три дня я решила вопрос. Это мой город, понял? Понял? Здравствуйте, Геннадий Иванович. Здравствуйте. Здорово. Это вам. От нас. Подарок. Граната. Вы что, с боями уходили? Да не, они нас сами отпустили. Кололи жестко. А мы молчком. Менты злые оказались. Им один ларечник паленку продал, так они его вместе с ларьком при нас заравняли. Потом выпили и подобрели. Главный ОМОНовец гранату подарил. Как оказалось, учебная. Геннадий Иванович, возьмите нас к себе, бригаду. Дворниками? Какими дворниками? Следы заметать. Если что, убрать кого. Вы не сомневайтесь, Геннадий Иванович. Мы люди надежные. Под пулями ходили. Да. Меня один гад ножом цепанул на разборке. Ну ладно. Такие парни нам нужны. Геннадий Иванович. Слышь, индюк надутый. Мы от бетона. Не хотел платить 20, будешь платить 40%. От кого вы? От бетона. От гены бетона. Джафар, это опять к тебе. Тсс. Зря ты им про индюка надутал. Потерпи. Пробочку вынем, и все пройдет. Да? Главное, осторожно, без резких движений, а то лопнешь. Ну все, смерть вам! Ничего. Бетон их сейчас в асфальт закатает. Вместе с колесами. Ой. Так и сказал, что я фантик? Ну да. Дед, не жалей, они беспредельщики. Дед, не жалей, они беспредельщики. не жалей, не жалей, не жалей. Не жалей. Ну че? Узнали? Нет. А так? что крутишься? Скажите, а можно я пойду? Спасибо. Телевизор надо смотреть, гады. Телевизор надо смотреть, не жалей. Не жалей. Не жалей. Не жалей. Не жалей. Не жалей. Давай быстрее. Это меня? Круто. Это ничего. Ничего. Я заговоренный. Геннадий Иваныч, нас тоже чинин зацепило. Алик, такое шоу первый и последний раз. Ведь скажут, промахнулся. Кстати, с тебя еще десяточка. Герыч, за что? За тетку. Вдвоих промахнуться труднее. Практически невозможно. Ты у нас широкого профиля специалист. Ну, всяко доводилось. Яд есть? Штука. Плюс за работу, как всегда. Я сам справлюсь. Тогда десятка. А вы на здоровье. Твоё здоровье. Угу. Угу. Чё? Это бетон. Без вариантов, больше некому. Угу. Угу. Всё сходится. Даже методы. Точный яд. А вдруг каракеза поплохело по жизни? Точно. На тузике проверили. А что тузик? Ну, сначала пеной спасти, а сейчас, как и каракез, срут на пару. Вот уже второй час. Ах, подлый яд. Слушайте, а что вы у меня в кабинете делали, а? Так, эээ, время беспокойное. Мы б дели, так сказать. Вот и ракет сообразил на предмет отравления проверить. Извините, Алексей Максимович, но если б не он, дал бы вам бетон просраться. Угу. Этот мягче. А из этого бокала пирог я спил. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Стрелку! Ему забивайте! Порву! Ступа! А-а-а! 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 Он с порога палить начнет. Тогда ты следующий пойдешь. Руки подними. Чего? На всякий случай. Не будет этого. Никогда. Ну, не самый свежий. Ну, так на нем сургонности не пишут. И аспирин же. Еще лет шесть назад шикарно травил. Все, хватит грузить. Взрывчатку давай. Отличная хлопушка. Дагестанская. Не просрочено. Рванет на славу. Всех в клочья. Взрывчатку. Взрывчатку. А теперь они тебя просто убьют. Сань. Настоящий актер. Он играет свою роль. Только первые пять минут. А потом он ей живет. Вот ты, писатель, напиши когда-нибудь вот такую роль, которую и играть не стыдно. И умирать не надо. На вас уже ставки делают. Кто кого первый завалит. Не ставь на меня. Так где, ты говоришь, у вас стрелка? Алло, милиция? Отличная возможность взять обоих. Взорвался Фатьянов. Органы ни во что не ставят. Ну, Фатьянова, конечно, взять можно. Только вот бетон. За ним Москва. За нами закон. Иди готовь операцию. А что там готовить-то? Дождемся, пока друг друга постреляют и увезем. Знали? И не предотвратили? Нет. Хорошо, возьмем, когда достанут стволы. Подключим ОМОН. Володя, и личная просьба. Не звони никому. Сегодня не надо. Иди. Хорошо. А может быть, все-таки когда постреляют? А если не поедем, то нам потом бетон наваляет. Я когда от армии косил, я в больничку залег. В психиатрическую? Нет, с плоскостопием. А давай потом Гене скажем, что нас в ментовку загребли. А он поверит? Синяки нужны. Решка. Извини. Ну, и че мы не поделили? Отвали, козёл, сами разберёмся. Давай. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тут нельзя. Примета плохая. Помните в 95-м? Тут Кривого положили. Вон там Сивый лег. А вон там Собра Сиплова с парнями фарш. А вон там вот Леха Черт юбилей праздновал. Так до сих пор мины и не растет ничего. Мы все тут подумали, теперь у камней нужно. Расставляй людей, потом со мной пойдешь. Я Алексей Максимович с удовольствием, но что бетон подумает? Плевать, что он подумает. Один? Не может быть. Психическая атака. Там в лесу кто-то копошится. Я мигом проверю. Туда и обратно. Стоять. Зуб даю. У него граната. Фатьянов, ты палить прекрати. Только срок прирастишь. Подумай, лучше, как на зоне себя поставить. Там тоже люди живут. Стоять. Парень! Ветра, зеленец, лампи серед, Вон шпяут наяплевый, Человый и ущербный. Все чисто. Я же говорил тебе, что я ее тебе достану. Как машинка бегает, нормально? Под водопадом пещера. Я знаю. Я знаю. И где он? Саня! Немой нашел, хотел сдать. Ложись! Вставай, подрывни. Кому бомба? Ему. Мое место хотел занять. Иуда. С вас пример брал. Как-то само собой и вышло. Почему это у нас вооруженный и особо опасный преступник без наручников? Слышь, давай я тебе долг прощу и разбежимся. Какой долг? Понял. Молодец, полковник. Современно мыслишь. Всех в машину! Где у нас бетон? Стой! Слышь! Убей меня, а! Ты что, сдурел что ли? Убей, убей, убей. В каком смысле? Как породил, так и убей. Виртуально? Да, виртуально. Уверен? Уверен. Гена. Геночка. Ты ж заговоренный. Они теперь общагу снесут. Но если ты жив, я тебе на любых Канарах достану. Маш, актер. Маш! Второй. Справа. Ген, Ген, один вопрос. А сколько лет прошло? Двадцать. Ну, как в стране будет? Ельцин победит? Конечно. И наступит расцвет культуры и искусства, демократии и свободы. А как у нас со Светкой? В Москве будете жить, во Мхате играть. Квартира у вас будет на Тверской, с окнами на Кремль. Кстати, с нами с Катькой на одной площадке. А мы скоро поженимся? Конечно. У нас трое детей будет. Старшему девятнадцать. Щукинском на актерском учится. Младший в первый мед поступил. Дочурке, Верочке, четырнадцать. Фигуристка на лепяде серебро взяла. А у нас с тобой как будет? У нас отлично. Главные роли в театре, в кино. На доме мемориальную доску повесит. Как доску? Ты что, умрешь? Я нет. Так, по наружку. Мы с тобой еще сто лет проживем. Прошли годы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok